Экономика, строительство жилья и здравоохранение – направления приоритетные, ведь касаются уровня жизни людей, здоровья, зарплат, финансовой состоятельности района. Они стали основными темами кадрового понедельника. Их губернатор области Анатолий Лис обсудил с тем, кому придется курировать направление уже в новой должности. Правления сегодня достаточно много в районе, которые необходимо решать. Поэтому мы являемся в принципе вертикали руководства администрации. Что известно про Андрея Филановича, бывший зампред горосполкома. Курировал сферу здравоохранения, инвестиций, занимался вопросами недвижимого имущества. А значит сказать, что новому руководителю придется попасть, что называется, из огня до вполыми, нельзя. Он хорошо знает доверенные ему сферы. Но работать придется много. Во-первых, стоит задача исправить экономическую ситуацию на проблемных предприятиях. Таких как электроламповые и электромеханические заводы, фабрика сувениров «Славянка», ковры «Бреста» и «Цветотрон». Задача совместно с хозяйственным активом района найти уникальную стратегию развития каждого предприятия. Главное будет посетить предприятие промышленного комплекса, посмотреть, узнать более подробно на нужном месте те проблемные вопросы. И совместно с высшестоящими органами, включая министерство, пытаться найти решение их вопросов. Во-вторых, нужно эффективнее работать в части улучшения жилищных условий многодетных семей, обеспеченности местами в детских садах, проведению капремонта жилого фонда. Есть вопросы по обеспеченности местами в детских садах. Поэтому те задачи, которые были поставлены сегодня, в этом направлении будем работать. Будет строиться многоквартирный жилой дом со встроенным детским садиком на первом этаже. Нам также от Министерства обороны собственно из города Бреста передан был первый этаж в Южном. Там тоже в жилом доме, поэтому тоже будет вестись работа по, скажем, переоборудованию недальних помещений под детский садик. Также сегодня уже ведется строительство нового медицинского центра в Заречной части Бреста. Это будет самый крупный объект здравоохранения не только в городе, но и в области.